Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка 23 года и это электровелосипед HyperEngine Fest F3. Начинаем! И давайте сразу разберемся в самом начале, что у нас тут по цветовым вариациям. У нас на обзоре получается светло-серый велосипед. На нем написано Space Gray, то есть серый космос. На сайте, на нашем, вы можете выбрать еще другой цвет, еще один вариант. Графит. Это тоже серый, только он уже будет темный. Я вообще пропустил тот момент, когда мы попали в такую эру, где цветов стало слишком много. Раньше был светло-серый, темно-серый. Все. Сейчас же есть цвет мокрого асфальта, Space Gray, графит. А, можно просто запутаться. Короче, просто переходите на наш сайт и выбирайте то, что вам больше понравится. Также здесь точно стоит отметить внешний вид этого велосипеда. Вы посмотрите, как он выглядит. Сильно, аккуратно, современно, лаконично. Ну, реально, я сейчас не преувеличиваю. Здесь все на своих местах, просто не к чему придраться. И комплектация достаточно хорошая. Давайте по ней пройдемся. Металлический багажник, полноразмерные, опять же, металлические крылья, защиту цепи, регулируемый вынос руля, даже фара есть. Ну, то есть, серьезно. За этот бюджет, чтобы сегодня найти велосипед, аналогично этому на рынке придется прям постараться. Ну, а мы, наконец-таки, добрались до ходовой части. И давайте по традиции начнем с двигателя. Привод тут приходится на заднее колесо и мощность движка 250 ватт. Как заявляет производитель, максимальная скорость здесь 32 км в час. Ну, что ж, давайте ее проверим. Итак, развиваем максимальную скорость, как заявляет производитель на этом велосипеде на 32 км в час. Ну, что ж, давайте проверим. Мой вес на сегодняшний день примерно 86 кг. Будем смотреть скорость именно по приложению на телефоне, так как в комплекте у данного велокомпьютера спидометра нет. И что ж, смотрим. 23 км в час я уже еду. Но давайте подождем еще. Я думаю, для честности и объективности эксперимента нужно всегда ехать, точнее, проехать хотя бы метров 500. Что мы видим? 24 км в час я смог разогнаться. Еще чуть-чуть подождем буквально. 24 км в час ровно держит. Опа! 26. Даже 26 делается. Вернулся 24. Ну, все, думаю, быстрее точно он не разгонится. Хотя, слушайте, для такого вольтажа батареи я бы даже сильно удивился, если бы мы поехали еще быстрее. Вообще, общепринятая скорость это как раз таки 25 км в час. Ее велосипед, в принципе, разогнал. Поэтому все, проверили. Можно останавливаться. От чего же питается данный байк? От литий-ионного аккумулятора вольтажом 36 и 10 Ач. Да, скажем прямо, аккумулятор здесь небольшой. Но, как заявляет производитель, на этом аккумуляторе вы сможете проехать 50 км. Ну, слушайте, судя по моему опыту, на таком аккумуляторе используют только ручку газа, вы примерно проедете 25 км. Ну, плюс-минус, разумеется. Поэтому, скорее всего, когда производитель заявляет такую цифру, он имеет в виду именно смешанный режим. Что это значит? Это значит, вы будете использовать и ручку газа, а также будете еще и крутить педали, чтобы помочь движку. Кстати, аккумулятор здесь быстросъемный. И давайте сразу покажу, как его снять. И важно отметить, перед тем, как вы будете доставать аккумулятор, убедитесь, что питание у него отключено. Только после этого мы опрокидываем сидение, у нас тут имеется рычаг, нажимаем, оно вот так вот убирается, поворачиваем ключ влево два раза, беремся за ручку, достаем аккумулятор, несем домой и заряжаем. Какие же факторы дополнительно могут повлиять на разряд аккумулятора? Первое, понятное дело, это вес пользователя. Второе, это рельеф дороги. Третье, это низкая температура окружающей среды. Четвертое, это давление в шинах. И пятый фактор, это встречный ветер. Понятное дело, что лучше всего на этом велосипеде кататься по городу. Еще лучше всего, по ровному асфальту. Но при необходимости, смотрите, как легко я проезжаю по траве. По грунту он проедет абсолютно так же легко. Если так получилось, что уже на этом моменте видео у вас появились какие-то вопросы, ну что касается этого велосипеда, конечно, ничего страшного. Ведь прямо сейчас, вот тут слева, вы видите номера телефонов наших менеджеров. И первое, что вы можете сделать, это поставить это видео на паузу и позвонить прямо сейчас и задать свой любой вопрос, и вам точно ответят. Второе, вы можете сделать скриншот экрана и позвонить тогда, когда, так скажем, у вас выдастся свободная минутка. Ну и еще один важный момент. Если вы такой же человек, как я, который не очень-то вообще любит разговаривать по телефону, все окей. Ведь нижний номер прикреплен мессенджером. Пишите туда. Ну что ж, самое время перейти к механической части. Ну и по традиции, давайте начнем с рамы. А точнее проверим, из чего она у нас тут. Из алюминия, либо же из стали. Как это проверить? Да очень легко. У меня имеется вот такая рулетка, и в наконечнике есть у нее магнит. Смотрим, примагнитится или нет. Ага, примагнитилась. Давайте еще раз продублируем. Примагнитилась. Что это значит? Да это значит, что эта рама у нас стальная. Хотя даже удивительно, правда, потому что вес у этого велосипеда всего лишь 23 килограмма, 800 грамм. Почему я говорю всего лишь? Да потому что в мире электровелосипедов это реально небольшой вес. Ну и максимальная нагрузка у этого велосипеда 130 килограмм. Ну и конечно же, как и всегда, мы померили все основные габариты у этого велосипеда. Чтобы вы хотя бы примерно могли понимать, сколько же он будет занимать у вас дома места при хранении. Ну или сколько же он будет занимать у вас места, например, при перевозке на автомобиле. Итак, длина у нас получилась 190 сантиметров. Далее мы померили ширину руля. Она у нас получилась 70 сантиметров. Затем мы померили высоту руля, то есть от земли, да, вот этой же точке, получилось 108 сантиметров. Затем мы померили высоту сидения. Вначале в минимальном положении от земли получилось 81 сантиметр. И в максимальном положении, также от земли померили сидение, получилось 99 сантиметров. Смотрите, здесь у нас получается заниженная рама. И благодаря этому, когда вы садитесь на велосипед, вам не нужно сильно высоко задирать ногу. Поэтому такая конструкция нравится очень даже многим людям. Что касается подвески на этом велосипеде. Ну смотрите, тут у нас ригидная вилка, то есть жесткая. Но это характерная черта любого городского велосипеда. В первую очередь на этом велосипеде, понятное дело, комфортнее всего передвигаться по городу. Для этого он и сделан. Для поездок по ровному асфальту. Однако, прямо сейчас мы находимся, я бы сказал, в лесу. Едем по мокрому грунту. Тут встречаются какие-то палки, гравии, кочки и так далее. Но я, в принципе, еду и комфортно себя ощущаю в седле этого велосипеда. Диаметр колес у этого велосипеда 26 дюймов. Здесь ярко выраженный протектор. Понятно, что преимущество все-таки этот велосипед подходит для поездок по городу, по ровному асфальту. Ну вы и сами это все понимаете. Но, несмотря на это, сегодня мы катались и по траве, и по грунту. Да и почему только не катались. И везде этот велосипед спокойно проезжал. Знаете, какая мысль в голову пришла? Если у вас есть вторая половинка, то чисто теоретически, ну так просто задумайтесь на секунду, можно рассмотреть к покупке сразу два таких электровелосипеда. Учитывая цену данной модели, она здесь действительно достаточно бюджетная, мне кажется. Почему бы и нет? Ведь вы как минимум убьете двух зайцев. Первое, это вам не придется долго думать и ломать голову, что же подарить на день рождения своей второй половинке. А если день рождения еще и летом, мне кажется, вообще все прекрасно и совпадает. Покупайте два таких велика к началу сезона и погнали, просто катайтесь. Ну и второй зайц, которого вы убьете, вам не придется долго искать партнера для таких вот поездок, например, вечерних. Друзья чтенько заняты, просто отказываются, грубо говоря, катают вату. А тут нет выбора, так как человек этот живет с вами. Сказали, все, собирайся, берем велики, выходим на улицу и погнали кататься. И уже получается такая совместная велопрогулка. Мне кажется, ну прикольно, хороший вариант. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Ну а мы наконец-таки добрались до органов управления. И давайте начнем с левой стороны руля. Здесь у нас располагается рычаг переднего тормоза, а справа на руле рычаг заднего тормоза. Да, здесь, кстати, дисковые механические тормоза, мы как всегда сегодня проверили, нормально они работают. Ну, впрочем, да, как и всегда. Возвращаемся сюда. Здесь у нас, кроме велокомпьютера, имеются две основные кнопки. Красная кнопка – это включение передней фары, как и выключение. И снизу расположилась зеленая кнопка – это кнопка звукового сигнала. Вот так вот он работает. Не скажу, что сильно громко, но достаточно для того, чтобы обознать себя на дороге. А теперь давайте более подробно рассмотрим велокомпьютер. Он здесь очень простой и интуитивно понятный. Кнопка M – это включение и выключение велосипеда. Также рядом имеется кнопка минус и плюс. Ими вы можете выбрать скоростной режим. Всего их тут три – low, mid, high. То есть низкий, средний, высокий. На высоком, понятное дело, вы можете развивать максимальную скорость на этом велосипеде. Также здесь еще имеется, вот тут снизу, индикация заряда батареи. В принципе, все. Итак, ну а теперь самое время подвести итоги и сделать выводы в конце видео. Как всегда, кратко и тезисно. Сегодня у нас на обзоре был вот такой достаточно типичный прогулочный электровелосипед, который преимущественно, конечно, подходит для поездок по городу. Еще какие моменты я бы у него отметил. Это его красивый внешний вид. Да, мне реально зашел его дизайн. Но еще один момент. То, что у вас не будет лишних вопросов от сотрудников ГИБДД во время катания. Почему? Да потому что мощность у двигателя здесь 250 ватт и скорость не превышает 25 км в час. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нас идет в комплекте вместе с этим велосипедом, кроме того, что мы уже до этого перечисляли. Итак, первое, как и всегда, это вот такое вот зарядное устройство. На нем даже не будем устанавливаться и сразу идем дальше. Инструкция по эксплуатации этого велосипеда. Есть еще одна инструкция. Вторая, да. Это инструкция уже по эксплуатации литий-ионных аккумуляторов. Вот так вот она выглядит. И еще один момент, как я считаю, самый важный. Это чек-лист. То есть лист контроля, который гласит о том, что мастер нашего сервиса провел предпродажную подготовку. То есть проверил все, чтобы у этого велосипеда работало перед тем, как отправить его вам. В этом обзоре я постарался максимально все рассказать про данную модель электровелосипеда. Ну и, как всегда, так вышло, что я просто обычный человек и, конечно, могу что-то забыть. Поэтому ничего страшного. Переходите на наш сайт, изучайте всю информацию о нем более досконально. Ну, да, самостоятельно. Ну и если после перехода на сайт у вас все равно останутся какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните нашим менеджерам. И они вам точно уже помогут разобраться во всем до самого конца. Ну и что вам осталось сделать? Это, конечно же, подписаться на наш канал. Если так получилось, что вы давно смотрите наши ролики, но до сих пор не подписаны, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. А также напишите любой комментарий, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы мы понимали, что такие обзоры вам интересны и продолжали снимать их и дальше. Ну а на сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok